Большинство клещей, обитающих на территории нашего района, относятся к семейству эксодовых. Они не живут на собаках, кошках, людях, а являются временными паразитами, питаются их кровью. Многие виды эксодовых клещей – переносчики опасных заболеваний. Одно из самых распространенных – это пироплазмоз. На сегодняшний день отмечается рост случаев этого заболевания. И самое опасное из них – это то, что клещ, который попил больное животное, может как пенал сохранять очень долго этого возбудителя, даже когда он умирает, а остаются его потомки. Высчитано, что до 15 поколений являются переносчиками этого клеща. И буквально, когда они кусают здоровых животных, то это заболевание передается. Не менее опасны чесоточные клещи. Их несколько видов. Невольно стать жертвой такого паразита могут как животные, так и люди. Вылечить заболевания, которые переносят эти виды клещей, очень сложно. Этим заболеванием часто болеет и человек, у которых оно проявляется на лице, в кожных складках и в ресницах. И это заболевание очень тяжкое, тяжкое, тяжелое заболевание. И с ним надо довольно долго возиться при лечении. В последнее время в связи с распространением по Российской Федерации заболевания африканской чумы свиней появилось мнение, что переносчиками могут быть и клещи. В последнее время это заболевание приобретает стационарный характер. Помимо нашей Тверской области, в которой, кстати, являются уже спорадические случаи, в этом году выявился только один случай в Кашинском районе. Вокруг нашей области, практически во всех регионах Российской Федерации, это заболевание выявилось. Также в этом году зафиксированы случаи заболевания африканской чумы в Тульской, Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Брянской областях. На сегодняшний день с этой болезнью ведется активная борьба. Мясо следует покупать заранее клейменное в проверенных местах. А что касается самих клещей, то вплоть до ноября они будут активны. Размеры паразита очень малы, его можно и не заметить. Поэтому необходимо быть на чеку и при первых признаках недомогания срочно обращаться к специалисту.